Ребятки, сегодня будет довольно таки важное видео, поэтому моя просьба посмотреть его от начала до конца, все посмотрите, послушайте. Видос реально очень будет интересный, сегодня я вам покажу, как я прокачал свой аккаунт спустя один год игры на втором сервере, покажу какое у меня имущество, сколько я заработал, какие у меня там скиллы на работах и так далее, поэтому от вас нужна максимальная поддержка. У меня для вас ребятки есть интересное предложение, мой аккаунт на первом сервере деактивировали ровно год назад, было бы вам интересно, чтобы я снова на него зашел и показал, что случилось с ним за это время, какое там осталось имущество, что там случилось и так далее. Я думаю то, что темка довольно таки интересна и давайте сделаем так, если вы на этом ролике наберете 500 лайков в течении месяца, я попрошу разработчиков мне активировать аккаунт для ролика. Я знаю то, что возможно они мне откажут, поэтому если вы все таки наберете 500 лайков, я просто разыграю для вас 50 миллионов на любом серваке. Ну а я вам напоминаю то, что я играю на проекте Амазинг РП на втором сервачке, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод Палканов, его можно вводить на любом серваке, за него вы получите 300 тысяч рублей, его можно вводить до пятого уровня. Ну а я ребятки могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, реально покажите активность, если вам интересна тема того, чтобы я зашел на свой старый аккаунт, то возьмите, покажите актив, потому что по другому у меня не получится как бы попросить активировать мне аккаунт. Если вы покажете актив, покажете то, что вам это интересно, возможно они пойдут на уступок и для контента активируют мой аккаунт. Всех обнял, приподнял, наслаждайтесь роликом, он будет интересный, смотрите его от начала до конца и внимательно слушайте. Все, полетели. Давайте сначала для тех, кто не знает, я расскажу полностью эту историю, как меня деактивировали, за что меня деактивировали, как это все получилось и почему я перешел на второй сервак. Потому что прошел год, многие не знают, что произошло, многие все еще заходят ко мне на стримы и спрашивают, почему я ушел с 01 сервака. И давайте я вам вкратце сейчас в принципе все расскажу, как, почему и зачем. Получается, я сотрудничал с проектом, это было прошлое лето и я как бы снимал, у меня была админочка, туда-сюда жила-была. То есть все было хорошо, но у меня были как бы семейные проблемы и мне нужны были очень сильно деньги. Именно поэтому мне пришлось начать продавать валюту. Продавал верты я своим знакомым, с которыми я общался, которые были у меня в семье. Это два человека, которым я как бы доверял и как бы они у меня попросили, чтобы я им продал верты. А на тот момент мне нужны были деньги и я как бы начал им продавать верты. В сумме я продал там около миллиарда. Я продавал не с целью заработать, а с целью помочь как бы своей семье. Мне очень сильно нужны были деньги, а на тот момент мне платили довольно-таки мало. И пришлось идти на такие крайние меры. И вот теперь самое интересное, как меня спалили, как узнали то, что я продаю верты там и так далее. Дело в том, что один из моих знаком обманул моего другого знакомого, с которым я хорошо общался. После этого я с ним поссорился и сказал то, что я с ним общаться не буду. После этого другой мой знакомый, который тоже мне покупал верты, он слил номер одного из игроков. Номер или адрес я точно не помню. В итоге это то, что он слил номер или адрес, его забанили и получается эти два человека, с которым я общался, с которым я продавал верты, я с ними поссорился и перестал общаться. Они мне там звонили, шантажировали то, что вот как бы пиши админам, пусть меня разбанят им и так далее, потому что мы тебя сольем. Я сказал окей, без проблем как бы сливайте. В итоге меня слили, я как бы прошел в дискорд, там были все просто и разработчики, и получается руководство, и пиар менеджер, и в итоге меня как бы выкинули с проекта. В итоге Максим, то есть он америкос, он знал мою ситуацию, он прошел, сидя еще в дискорд, с ним поговорил, объяснил всю ситуацию. В итоге, я не знаю каким чудом, но меня решили оставить на проекте, но сказали то, что я должен как бы перейти на другой сервак. Я сам это прекрасно понимал, потому что после такого оставаться на 01 серваке, было бы реально глупо, потому что многие бы там меня осуждали, многие бы меня там хейтили. А так, как бы я получил по заслугам, я получил деактивацию аккаунта, и то есть я начинаю жизнь чисто в листа, а именно на втором серваке. Ребята, это будет наверное последнее видео, в которое я вам осветил эту ситуацию, потому что я об этом хочу забыть, мне реально все еще стыдно за это. Мне очень просто стыдно, потому что я реально поступил очень плохо, потому что мне как бы доверяли, я сотрудничал, у меня была админка, и я просто вот брал, так нагло поступал. Но повторюсь, пацаны, я это делал не для того, чтобы просто там заработать, я это делал из-за той ситуации, которая была у меня в семье. Я бы хотел выразить огромную благодарность просто руководству проекта, всему руководству, там разработчикам, полностью всем. Реально большое спасибо, то что все-таки, как бы ко мне отношения поменялось спустя год. Да, сначала, когда я только обратно вернулся на проект, ко мне было очень плохое отношение, ну вы сами понимаете, как бы мне не доверяли, ко мне там не особо хорошо относились. Но сейчас, как бы спустя год, ко мне просто очень хорошее отношение, прям очень хорошее. Большое спасибо просто всему руководству, большое спасибо Феде, то что он как бы в меня поверил, он мне поверил и остал меня на проекте. Очень большое спасибо еще Рудольфу, он мне тоже очень сильно помогает. Большое привет и спасибо пиар-менеджеру Полине, она всегда помогает, всегда что-то подскажет и так далее. Поэтому Полине тоже очень большой респект и привет. Также хотел бы выразить благодарность Америкосу, то есть он меня все время поддерживал, помогал мне, как бы. То есть мне Америкос очень сильно помог, ему тоже большой привет, огромное ему спасибо. Также большое спасибо всем, кто мне помогал, когда я пришел, кто мне там дарил номера, машины. Вам тоже огромное спасибо, я как бы это все помню, я это все знаю, как бы всем реально большое спасибо просто. Ну и, конечно же, огромное спасибо вам, моей аудитории, что вы во мне не разочаровались, вы вошли мою ситуацию, я вам обещал, что я как бы справлюсь, я буду ебажить видосы, делать стримы, я, в принципе, свое обещание выполнил, очень хорошо этот год работал, я думаю, я свое обещание выполнил, верты я продавать больше не буду, то есть на это тема закрывается, ребята, и давайте больше про это не вспоминать, потому что тема довольно-таки для меня сложная, но мне реально очень стыдно по сей день, реально, прошел год, мне еще очень стыдно, даже когда меня спрашивают, за что тебя деактивировали, мне реально просто стыдно об этом говорить, поэтому давайте эту тему закрываем, извините за долгое вступление, но я должен был вам все подробно рассказать. Давайте, я думаю, посмотрим сначала мою статистику, то есть это самое, я думаю, интересное, какой я успел вкачать уровень за год, уровень у меня 46, то есть за один год я вкачал 46 уровень персонажа, в принципе, как бы, я не знаю, это много либо мало, возможно, кто-то, как бы, мог быстрее прокачать уровень и больше, но у меня получился вот такой результат. Давайте теперь перейдем к навыкам на работах, то есть у меня они, как бы, не особо прокачаны, то есть я качал в основном только дальнобойщиков, то есть дальнобойщик у меня тот 13 уровень, таксист 23 уровень, механик там 4, водитель автобуса 15, ну и то это мне выдали его, это не я вкачал, ну, короче, у меня прокачано только, получается, работа дальнобойщика и таксист, все остальное, как бы, я не качал, рыбалку я тоже не качал, у меня вот 4 уровень, возможно, в будущем начну рыбалку качать, хотя бы хочу вкачать там 20-30 скилл. Давайте теперь перейдем к наличке, получается, денег у меня, вот, почти 16 миллионов, номер у меня, как бы, простенький, стоит вот там 5-7 миллионов, но эта симка у меня же очень давно, то есть я ее покупал, когда только пришел на второй там. Давайте я вам также покажу навыки, которые я успел прокачать за это время, короче, это улучшение я прокачивал не за спецочки, я прокачивал за донат. Следующее улучшение, это, получается, удачливый, это для рыбалочки нужно, чтобы, как бы, больше рыбы падало, больше, как бы, зарабатывать. Следующее улучшение, это силач, как бы, без этого, пацаны, просто никуда, без этого улучшения, вообще, играть будет очень сложно, потому что у вас там будет не 6-7, а 3 ремки с собой. Короче, это улучшение очень полезное, и я вам советую его прокачивать. Следующее улучшение, криминальный дипломат, это, получается, скидка 30% на услуги в Южхиме, это там розыскнять, эмульсию купить, короче, различные приколы. Ну и последнее улучшение, которое есть у меня, это рыболов 1, тоже, я думаю, зря его купил, потому что, когда вышло обновление, рыбалка была эмбовая, именно на сетке, на сетке можно было неплохо зарабатывать. Но потом это все пофиксили, порезали, переделали, и сейчас с моим скиллом рыбачить на сетке вообще невыгодно. Ну что ж, ребятки, давайте я вам покажу свои автомобили, у меня их, как бы, немного, у меня всего 2 автомобиля, один для работы, один для души. Первый автомобиль, ребятки, это BMW M5 F90, моя просто любимая машина, моя просто изюминка, моя любимица просто. Я собрал себе специально такой же автомобиль, который был у меня на 0,1 серваке. Номера другие, но именно по комплектации машина такая же самая. То есть я собрал копию своего автомобиля, третий чип, аудио, нитро, то есть все красиво, так же стоит неон. В общей сумме я потратил на этот автомобиль 250 миллионов. Да, я понимаю то, что проще было бы купить там готовый вариант, но неон все равно, мне нужен был именно вот такой вот, фиолетовый, потому что такой же неон у меня стоял тогда на 0,1 серваке. Короче, я собрал практически копию, не хватает только номеров, я пытался купить номера, мур семерки, их не продают, поэтому мне пришлось покупать мур пятерки. Тачка реально просто бомбическая, пацаны, я не знаю, мне она очень все нравится, я от нее кайфую. Тачка обошлась 250 миллионов, но если ее продавать, я думаю, ее можно продать где-то за 150 миллионов. Ну если так, по адекватной цене, я ее собирал для себя, я ее собирал не для продажи, не для перепродажи. Я знаю то, что я эту машину не продам, то есть я ее купил навсегда. Именно поэтому я в нее вложил столько денег, понимаете? Ну что ж, ребята, следующий автомобиль, это рабочая лошадочка, газон, третий чип, нитро. Приобрел я его относительно недавно, как бы тачка реально просто тоже бомба. Что говорить, просто рабочая машина, как бы, в будущем хочу эту машину собирать, поставить сюда гидравлику и не он. А так, в целом, как бы, вот такой вот автомобиль. Но сейчас газоны очень сильно подорожали, и газон, как у меня, без номеров, продают за 100 миллионов рублей. За моей спидой находится моя самая дорогая покупка, за которую я дал практически все свое имущество, чтобы его купить. Это, ребята, мой бизнес, это получается 247 перекресток в Арзамасе. Для его покупки мне реально пришлось продать просто все, что у меня было. Дом, машины, там, и так далее. Я продал просто все, и оставил всего лишь одну машину, это М5F90. И в итоге еще взял в долг, и приобрел себе вот этот бизнес. Приобрел я его за 600 миллионов, как я и сказал. Но мне за него уже предлагали 1 миллиард. Потому что цены, как бы, выросли за это время. Я уже его держу где-то второй месяц. Стабильно более-менее по 2 миллиона он мне приносит. Когда там выходит обнова, когда выходят какие-то новые приколы, то финка бывает там 3-4 миллиона. Также у меня, конечно же, есть семья. Давайте немножко про нее тоже расскажу. Афилиаты Садигамов. То есть я, как бы, глава семьи. В семье у нас мало людей. Но семья у нас довольно-таки прокачанная. То есть давайте я вам покажу наши все улучшения. Вот у нас, как бы, куплено много очень улучшений. В будущем будем еще покупать улучшения. У меня вообще в планах купить просто все улучшения. Просто что было, реально. Просто что было. Если купить все улучшения, мы, как бы, очень быстро фармим ваучеры. Поэтому у нас с этим проблем не будет. Поэтому Фома у нас довольно-таки хорошо прокачанная. Также по складу у нас тоже очень все даже неплохо. Я не знаю, сколько это стоит, если продавать. Ну, склад у нас тоже довольно-таки большой, прокачанный. То есть 300 тысяч патронов. Матералы там, всякие препараты и так далее. То есть более-менее у нас склад прокачан. С этим у нас проблем нет. Ну что ж, ребята. По поводу автопарка. У нас здесь, ну, такое, более-менее простенькое. Потому что, ну, нет смысла, по факту, покупать какие-то прям очень дорогие автомобили. У нас, как бы, есть возможность. У нас есть деньги. Но какого-то смысла в этом большого нет. Потому что, как я и сказал, у нас Фома закрытая. У нас мало людей. Все, как бы, при деньгах. У всех есть автомобили. Поэтому покупать там машину 200 миллионов нету никакого смысла. У нас здесь просто два быстрых автомобиля. Это Audi R6 C8 и, получается, Urus. Фургончик. Это для того, чтобы варать патроны там и так далее. Велосипеды там, мотоциклы и так далее. Ну и, конечно же, самое главное, пацаны, это особняк. Особняк у нас довольно-таки классный. Находится в очень классном месте. А именно на Рублевке города Южный. То есть, вот, получается, Рублевочка. Вот у нас, как бы, въезд. Вот здесь у нас все красиво так. И вот прямо возле въезда находится наш особняк. Особняк наш. Госко 70 миллионов. Такой особняк стоит где-то 100-120 миллионов рублей. Короче, я не знаю, как это считать. Но Фома там около, наверное, 200 миллионов. Это минимум, скорее всего. То есть, если в целом все считать. Склад там, улучшения, машины, особняк. Плюс-минус это 200 миллионов. Возможно, даже больше. Я не разбираюсь, как бы. Просто Фому, как бы, тоже можно продать вместе с улучшениями. Ну, если в целом посчитать. Получается, ну, я не знаю, бизнес. Во сколько его оценивать? За сколько я его купил? Или за сколько у меня его готовы купить? Давайте возьмем среднее число. Допустим, бизнес 800 миллионов. Ну, хотя я могу его за миллиард продать. Ну, не важно, пацаны. Там бизнес 800 миллионов. Мои автомобили. Это там 250 миллионов. Это уже, получается, больше миллиарда. Если что, ребятки. Я, как бы, не хочу, там, знаете, выделываться. То, что вот у меня, там, имущество на миллиард. Просто я это видо записываю для того, чтобы вы поняли. Как я смог развиться за год. Да, пацаны. Я развивался не сам. Мне, как бы, помогали. То есть, мне там много чего подарили. В общей сумме, наверное, 200 миллионов. Но все остальное, я уже заработал сам. Своим трудом. У меня была транспортная компания, которой я занимался. За счет этого я зарабатывал деньги. Все, что я заработал, я заработал с дальнобойщиков. Потому что я катал. У меня была компания. Я с обменов получал деньги. Поэтому, вот, в принципе, как-то так. Что я могу сказать, ребята, по итогу? 02 сервак мне очень понравился. То есть, я себя чувствую реально здесь комфортно. Да, здесь, как бы, есть и нормальные люди, есть и плохие люди. Но, в целом, мне этот сервак нравится. Я хочу здесь дальше играть. Я хочу дальше здесь развиваться. Я хочу развивать проект, как бы, точнее, сервак. Чтобы здесь онлайн был больше. Ну, а я, ребятки, на этом буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Поэтому, заходите, смотрите. И начинайте играть вместе со мной. Все, всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.